Всем привет! С вами Елена. Сегодня готовлю шпинат с йогуртом. Для начала нужно шпинат хорошо промыть с холодной водой. Вот так замачиваем сначала в холодной воде. Оставляем примерно на 5-10 минут. Промываем вот так хорошо. И вот так делаем несколько раз, пока у нас вода не станет прозрачной, то есть без песка. Далее перекладываю нашу сушилку. Убираем лишнюю жидкость с помощью вот этой баранки. Вот это все лишнее мы выливаем. Достаточно. Шпинат можно рвать прямо вот так руками. Как вам удобно. Ну или вот так берем нож и режем на небольшие куски. Вот так. Ставим в сковородку. Наливаем растительное масло. Примерно 2 столовые ложки. Турция обычно готовит на растительное масло именно на оливковое. Если у вас оливковое масло, как у меня, то не ждем. Сразу сюда отправляем шпинат. Посыпаем немного соли. Так как шпинат будет уменьшаться в объеме. Много не надо, чтобы не пересолить. Перемешиваем все это. Мы буквально будем тушить одну минуту, не больше. Все это делаем на большом огне. Вот видите, она в глазах уменьшается. Все, выключаем. Шпинат наш готов. Перекладываем в другую посуду, чтобы быстрее шпинат у нас остыл. Можно, конечно, и так есть. Добавить немного чеснока и просто супер. Шпинат у нас остыл. Выдавливаем 2 зубчика чеснока. Кладем натуральный йогурт. 4 чайные ложки. Ну или по вкусу. Вместо йогурта можно взять сметану. Все это перемешиваем. При необходимости добавляем соль. Еще немного добавлю йогурта. 4-6 чайных ложек. Все хорошо перемешиваем. Пробуем на вкус. При необходимости добавляем соль, чеснок, йогурт. Все делаем по вкусу. Такой салат в Турции называется мизея. То есть закуска. Надеюсь, рецепт вам понравился. Так как закуска очень вкусная, полезная. Если да, ставьте, пожалуйста, лайк. Пишите комментарии. Всем пока. До новых встреч!